МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Катерина Негреча и Крымреалии. Это программа для тех, кто хочет знать, что на самом деле происходит в Крыму. Сегодня вы узнаете. Где будут брать воду крымчане, когда пересохнут водохранилища? А всю воду из-под земли выкачают. Водоемы, водохранилища и загубили. Что случилось с левой идеей на полуострове? Почему в заповеднике коммунизма нет ни одного депутата-коммуниста в местном парламенте? Памятники Ленину будут стоять. Это точно и когда-то восстановим, кстати, и на Украине. Следили ли крымчане за выборами американского президента и за кого болели? Как были санкции, так и будут санкции, ничего не изменится. Об этих и других интересных темах мы поговорим в этом выпуске. Но сначала главное событие в Крыму по версии Крымреалии. Оружие для страйкбола, игрушечный танк и визитка Яроша. Российские спецслужбы объявили о задержании в Крыму диверсантов Министерства обороны Украины. После проведения обысков подконтрольной России Крымский суд арестовал их на два месяца. Двое заключенных под стражу до аннексии были известны как военные эксперты аналитического центра НОМУС. Третий работал сапером в Севастопольском управлении МЧС. Минобороны Украины утверждают, в Крыму диверсантов нет. Это уже второй случай, когда россияне заявляют о задержании на полуострове украинской диверсионной группы. Оформил в лизинг машину для личного пользования в приватбанке. Осталось платить до полного погашения два года. Как быть? Ну, катайтесь спокойно. Покатались и хватит. Фонд защиты вкладчиков Крыма опубликовал список российских организаций, которые получили право взыскивать у крымчан долги по украинским кредитам. Пока таких компаний три. На момент аннексии Крыма задолженность перед украинскими банками имели около 350 тысяч крымчан. Приятная неожиданность депутаты подконтрольного России Горсовета Ялты сменили председателя. Новый руководитель признался, что назначение осталось для него сюрпризом. В ожидании взрывов жители двух крымских сел, лекарственная под Симферополем и скалистые под Бахчисараем испуганы планами властей отдать соседние земли под разработку карьеров. Люди опасаются, что из-за использования взрывной технологии их дома будут разрушаться, а из колодцев во дворах уйдет вода. Крымские чиновники обещают учесть интересы громады. Вы смотрите Крым Реалии. Уже третий сезон с материковой Украины в Крым не поступает Днепровская вода. Российские чиновники неоднократно делали заявление, что полуострову она и не нужна. И действительно, на некоторое время Крыму собственных запасов хватило на нужды населения, а вот земледелие пострадало. Засушливый Восток умудрились поить водой из центра полуострова, но и эта вода уже кончилась. Подробности узнаете прямо сейчас. Не так давно здесь стояла вода, а эта земля была дном водохранилища. С мустика рыбачили местные жители, а со спасательного пункта следили, чтобы никто не утонул. Вода вот, яма была, это в воде была, вот яма, где катамаран стоит, видишь? Вот, вот, вот. Это было все в воде. Вон кусты, вода под кустами была. Ну вот, буквально, вот. Под досом вода была. Такое водоем, водохранилище и загубили. Еще немного, и эти места будут выглядеть так, как 80 лет назад. До возведения плотины на местной реке здесь была голая степь. За два последних года почти всю воду откачали на восток полуострова. Местные жители возмущаются, но только до тех пор, пока не увидят камеру. Надо сначала наполнять свое, а потом феодосийское. Они вот два года качают на феодосию, а свое водохранилище пустое стоит. Без резерва какого-либо. Открыто говорит о проблеме хозяин местного парка Львов. В прошлом месяце он показывал нам свои владения. Вот здесь мы стоим на смотровой площадке, откуда открывается прекрасный вид на местные горы, на водохранилище Тайган, которое еще два года назад было полноводным и питало этот наш парк. Брать воду из водохранилища уже нереально. Львам приходится пить привозную. Воду из Тайганского водохранилища направили в реку Биюк-Карасу, а оттуда в Северокрымский канал. Таким образом обеспечили питьевой водой восточный Крым, феодосию, судак, Ленина и Керчь. Последствия этих изменений могут быть катастрофическими для всего полуострова. Во всяком случае, в этом уверен бывший глава Крымского комитета по водному хозяйству. Людей без питьевой воды Украина не оставила. А вот хозяйственную деятельность без Украины в Крыму ввести будет невозможно. Отсутствие ведения хозяйственной деятельности в Северном Крыму и в его степной части приведет к углублению диспропорции в развитии регионов, к вымиранию целого ряда сел. Под контрольной Россией крымские власти придерживаются иного мнения. Перекрытие Северокрымского канала не нужно воспринимать как некую трагедию. Для нас это было даже выгодно. Симферопольское водохранилище – самое большое в крымской столице. Обеспечивает свыше 100 тысяч горожан. Его питают река Салгир и подводные источники. Там, где сейчас рыбацкие стульчики, когда-то была вода, но ушла. Если Крыму не хватает воды, то виновата в этом Украина. Такова позиция российских властей. Мы все помним еще с Волги-Волги. Без воды и не туды, и не сюды. На первом этапе этот вопрос стоял очень остро. Особенно после того, как отключили от этого канала наши соседи. Пока отдельные крымчане предпочитают искать виноватых вместо того, чтобы наводить мосты с Украиной. Российские власти повторяют как мантру, что Крым обойдется и без Днепровской воды. Рустам Халилов, Александр Шевченко, Белогорск, Симферополь. Крым много лет называли заповедником коммунизма. Тысячи военных пенсионеров ежегодно переезжали жить на полуостров и пополняли ряды этой гвардии. У коммунистов в Крыму постоянно была фракция в парламенте. А с 1998 по 2002 год им даже руководил их представитель. Но после аннексии для представителей левых сил не нашлось ни одного места в так называемом Государственном Совете. Так на что надеются сторонники коммунистической идеологии на полуострове, узнавали мои коллеги. «Октябрь», как и советские времена, позади. Только не для крымских коммунистов. Они празднуют 99-ю годовщину большевистского переворота. Призрак Сталина бродит по городу. Ярые коммунисты размахивают портретами диктатора. «С каждым годом я убеждаюсь все больше и больше, что Сталин был настоящим продолжателем дела Венера». Коммунистов на улицу выводит привычка и давняя обида на тех, у кого есть деньги. «В Конституции написано, что недра, земля принадлежит народу. Брехня какая, вы представляете? А кому она принадлежит? Кучки, олигархи». Парадом командуют члены КПРФ. Последователи большевиков готовы менять государственные, но не партийные флаги. «У меня уже 30 лет партии. У меня три партии билета. Билет Советского Союза, билет украинской коммунистической партии и билет российского. Поэтому у меня идея еще с комсомолом». Тряхнуть стариной и медалями пришло несколько сотен пенсионеров. Кто-то с троевым шагом, кто-то чуть ли не на ощупь. «Мне сказали, что дай-ка я пошла, но дали вам, нет, я в России, я живу свободно». «Я все же была коммунистом. Я все время как комсомол, как коммунистом. Мы и как, и пойдем, наработаемся, на танцы пойдем, приходят, надо в склад идти, надо на ток идти. Мы идем, мы ни копейки не спрашивали, но я хочу, чтобы мои внуки не забывали. Хочу им показать». А это внуки в пионерских галстуках. «Москва все время рассказывает нам о своей молодости, как они жили». «Комсомол! Ленин! Партия! Комсомол! Пока мы едины, мы непобедимы!» Среди бывших комсомольцев и пионеров встречаются молодые люди. Они пришли не из любви к коммунизму, а из-под палки. «Заставили». «Нажды зайдите на позорную, ты большинство». «Тебе заставили, что сейчас вы ушли?» «Мы хотим все.» «Полезное общество». «Полезное общество? А вы уходите, да?» «Полезное общество». «Мировая капиталистическая семья сложилась таким образом. В России в ней было ответено на экономическое решение». «Может ли, что-то рассказать о октябрьской революции?» «Ресурсного предатка». «Великий октябрь» «Давно возможность вырваться из этого». Не усидели дома и севастопольские коммунисты. Маршируют по перекрытым улицам под военные песни. «Той же дорогой, только под российскими триколорами накануне шла еще одна колонна. Так отмечали День народного единства. Праздник, который пытаются привить россиянам уже 11 лет. Идеи у митингующих разные. «Мы за русских и за бедных». «Мир, дружба». Прекрасная жизнь. Почему именно 4 ноября? А главное, кто и с кем в этот день объединяется? Крымчане выдвигают разные версии. «Оединение с китайцами 4-го. Что-то случилось, да? Стыдно мне подправы. Я же мы сейчас с другой стороны, китайцам ближе там». «Имно ополченцы того времени во главе с Мининым и Пожарским, и я провожу параллели всегда. Думаю, боже, и у нас же первыми это были ополченцы, которые создали такую ситуацию борьбы за возвращение в родину, где мы родились, где мы выросли». «Поляков из Москвы выгнали во время смуты. Поэтому и празднуют». «Все народы объединились вместе, чтобы защитить наш Крым». И хотя праздник плохо приживается в России, от него даже не думают отказываться в Кремле. Потому что этот день не напоминает о революции. «А то, что это вытеснение 7 ноября, я думаю, что у власти такая стратегическая цель существует, потому что отмечать сегодня после краха СССР, распада государства, после гибели десятков миллионов людей в Советском Союзе, отмечать годовщину революции, они, кстати, и столетия октября отмечать не собираются. Они хотят обойти эту дату». В этом году 4 ноября собрало в Крыму больше людей, чем коммунистическое «Седьмое». Но местные партийцы не вешают нос. Собираются праздновать столетие переворота, уже подготовили юбилейные транспаранты. Через год пронесут их по улицам крымских городов. Разумеется, если это им позволят российские власти. Назар Сытник, Алена Сорока. Для Крым. Реалии. От запрета КПСС в 1991 году крымские коммунисты пришли в себя очень быстро. Более того, руководитель местных коммунистов Леонид Грач с 1998 года возглавлял Верховный Совет Крыма. Надеется ли он на возвращение во власть сегодня и допустят ли его туда новые руководители аннексированного Крыма? В эксклюзиве «Крымреалии». Самый известный крымский коммунист ведет нас к памятнику своему вождю. Некогда рядом с железнодорожным вокзалом Ильич сидел в компании Сталина. Но во время оттепели его товарища убрали. Хрущевский вандализм, который по-настоящему впервые поднял руку против советской истории, против ленинизма. И эта рука до сегодняшнего дня болтается. Теперь неподалеку от постамента памятный знак сталинским жертвам. Эту тему Грач обходит стороной. Зато критикует коммунистическую партию России. Оказывается, у него идеологический конфликт с самыми известными из ныне живущих российских коммунистов. Азюганов делает то, что ему говорит Путин, что ему говорит администрация президента. А то, что иногда там что-то где-то алялякает. Путин дачу дал. Путин по 450 тысяч в месяц каждому депутату платит. Путин дает по 600-700 миллионов ежегодно на содержание парламентской партии. Владимир Владимирович не со своего кармана вытаскивает. Он берет у народа и дает Геннадий Андреевичу Нагиночка. Будь послушным. Господин Грач – член другой партии, коммунисты России. Парламент она не прошла. В 68 лет он возглавляет крымскую партийную ячейку. Свою религию, коммунизм, исповедует полвека. Был и в Комсомоле, и в КПСС, и народным депутатам от Украинской Компартии. От вокзала держим путь в центр крымской столицы. На площади Ленина еще один памятник. Его судьба беспокоит коммуниста. Ведь в прошлом месяце в Судаке по-партизански провели декоммунизацию. Для чего это делается? Это делается, с одной стороны, отрыжка с точки зрения снесения памятников на Украине. Поэтому и памятники Ленину будут стоять. Это точно. И когда-то восстановим, кстати, их и на Украине. В этом никакого нет сомнения. На полуострове до сих пор полно памятников советским идолам. Есть золотой, есть подводный. Идейных же коммунистов не так много. Самый ярый из них – Леонид Грач. Артур Гасприн, Александр Шевченко для Крымреалии. Неожиданная победа Дональда Трампа в США поразила, безусловно, всех. Весь мир наблюдал за выборами президента Америки. Мы решили спросить у жителей Симферополя, кого в этой кампании поддерживали они и довольны ли они результатом. Ни один хуй кто. Они враги. Были, есть и останутся. Все. Я не вникаю, извините. Он с президентом найдут, наконец, общий язык. И как бы он... У него политические взгляды не направлены на военные действия. Мы довольны, что он занял первое место. Место Киллари. Нормально. Так и должно быть. Вроде бы, что он с нами будет дружить, что он там будет со всеми отношения делать. Это для нас, конечно, хорошо. Главное дело, чтобы он с Россией дружил. Мы очень переживали за это. Высказывания Трампа были, конечно, мягко говоря, оптимистичны, что ли, или как-то там, можно сказать, по поводу России. Как бы мы за него болели, чтобы он победил. Как были санкции, так и будут санкции. Ничего не изменится. Нас своя политика интересует. Когда мы будем здоровые, сильные, то нам по барабану. Трампе, то не наш президент. Ну, он менее агрессивный, мне кажется, что вот это Клинтон, она уж очень какая-то агрессивная. Она очень не любит Россию, а мы любим Россию. Ну, а дальше в нашей программе вы узнаете, какая она, Крымская осень. Кто приехал на традиционный Крымский форум. Новый перл от Поклонской теперь уже на всероссийском уровне. Крымский форум, который теперь вынуждены проводить на украинском материке, прошел во Львове. Он собрал крымских татар, политических заключенных нынешних и советских времен. Более ста человек из 16 стран приехали, чтобы вспомнить свою деятельность в украинской хельсинской группе. На месте была наш корреспондент Галина Терещук. Крымский форум во Львове собрал крымских татар, политических заключенных. С советских времен более ста человек из 16 стран приехали, чтобы вспомнить свою деятельность в украинской хельсинской группе. А также правозащитники говорили о необходимости сегодня помочь жителям Крыма, поддержать политзаключенных и громко заявлять о репрессиях. Так сегодня Россия превращает Крым в мощный военный плацдарм, говорит Рифат Чубаров. Многие из участников Крымского форума являются людьми, известными в своих обществах. Их мнения, их размышления о происходящих событиях глобального такого характера и регионального, если говорить о нападении России на Украину, они имеют также большое значение с точки зрения повышения роли обществ разных стран и повышения их ответственности за то, что сегодня пока еще происходит с крымскими татарами, с украинцами, но завтра может произойти с их государствами. Среди участников форума был украинский политзаключенный Геннадий Афанасьев, незаконно осужденный в России. Мне очень шкода, что я молодым представником того движения, который начинается сейчас за вызволение Украины. Мне очень не хочется, чтобы через 50 лет собиралось еще 150 украинских политзаключений и размирковывали про то, какая Россия плохая, и освобождать еще следующих 150. Это второй крымский форум. Первый был инициирован Меджлисом в мае 2012 в Симферополе. И его планировали проводить ежегодно за участием политзаключенных со всех стран бывшего СССР. Под лозунгом «Будущему Россию угрожает ее прошлое». Но сегодня угроза уже с России. Тащат за собой многое в мире. Ну, надо понять, что это опасность. Надо понять, что Россия – это главная угроза миру. Участники Крымского форума примут заявление к мировому сообществу. Галина Тельщук, Марьян Павлык, Львов. Поклонская отожгла. Так называемая экс-генпрокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская перепутала автора известной цитаты из школьной программы по литературе. Российские государственные СМИ возмущены, но вовсе не необразованностью Поклонской. Кто же, по их мнению, виноват в литературном конфузе чиновницы? Смотрите дальше. Служить хочу, да прислуживать тошно. Служить барад, прислуживаться тошно. Да, это наш великий полководец Суворов сказал так. Поэтому... Нечацкий, в Дермонтово, случайно. И Суворов тоже, значит, они оба сказали. Тест на знание и российской истории, и русской литературы в прямом эфире завалила депутат Госдумы Наталья Поклонская. Поклонская продукт эпохи. Продукт эпохи. Невежественнейшее существо. Украинское образование, оно серьезно... Ну, плохое образование, просто-напросто, особенно историческое. Наталья Поклонская объясняла, почему в 2014 году она выбрала Россию. И вот в этот момент бывший прокурор Крыма решила блеснуть эрудицией. Вы смотрите Крым Реалии. Мы покажем вам осень в Крыму. Вот так выглядит осенняя Евпатория. Люди медленно прогуливаются по пляжу, кормят чаек и выгуливают собак. А это шторм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы продолжаем следить за тем, что происходит в Крыму. И уже через неделю встретимся в эфире. Смотрите настоящее время, читайте Крым Реалии, а в Крыму ежедневно слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. С вами была Катерина Некреча и Крым Реалии. До встречи через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!